итак дорогие друзья дорогие участники урок которые по по книге мишли изучая мишли все собираемся после долгого отсутствия до меня долго не было объездил вообще полмира новосибирск алмата вообще этот австрия просто вообще мотнулся за неделю в москве провел тренингов а если в общем взять у меня было в новосибирске было в зале по-моему там две стороны тысячи человек в москве было в зале четыре с половиной тысячи человек это 7 в казахстане было четыре с половиной тысячи человек это одиннадцать с половиной тысяч и 1000 человек было в астре 12 тысяч за неделю представляете выступал вообще но это все это все очень мало вот почему интернет сейчас дает возможность фантастическую возможность вообще мы живем в уникальное время вот например за это же самое время посмотрела ролики на ютюбе вообще без моего участия то есть просто ролики на ютюбе посмотрела за месяц смотрит где-то 350 тысяч значит за неделю 80 тысяч ну 80 90 тысяч человек вообще вот и все вообще не надо ездить вообще здесь перестанут редко-редко и так дорогие друзья все если бы царя соломона бы был фейсбук вообще вот это он бы тогда мир бы конечно бы изменил бы вообще вот так три секунды а если вы было царя соломона фейсбук как бы круто представляете сидим сейчас и смотрим как лично сам царь соломон что нам мишли объясняет лайф трансляция такая да и он такой двух трансляция из храма сидит он по возле храма и на весь мир передает мишли было бы это вообще удивительно брухатады 0 и ну хлам шагами дару а давайте сделаем сейчас лилия добрый вечер добрый день доброго утра даже до стояла у нас все 19 уже человек а давайте попробуем а ты можешь тоже попробовать если сделать вот вы сейчас меня смотрите да если сделать поделиться трансляция на свою страницу смотреть на своей странице что будет то есть делаем мы больше охват или не сделаем давайте попробуем сейчас поделиться сейчас это попробует мы значит давайте сейчас попробуем поделиться на своей странице вот это да мы сделаем охват еще больше мы сделаем охват сотни тысяч людей чтобы учили тору чтобы все евреи русскоязычный мира начали учить тору и когда мы начнем учить тору сразу придет на шеях говорят что именно вот этот как бы исход осталось для прихода машеха осталось совсем немного то есть ссср ссср это как числовое значение митсраин и когда евреи вышли из египта да это был исход из египта а мы вышли из советского союза но мы как бы вышли из советского союза но советский союз не вышел из нас это знаете как что из деревни в город выехать можно но деревня то в тебе останется и мы точно так же мы выехали из советского союза в израиль там ну все с собой тянем там что ты любишь пельмени какая песня любимого здесь из кострами синей ночи там и истории все эти анекдоты про брежнева уже давным давно этого нет хорошо все друзья мы продолжаем учить мишли притчат заря соломона мы изучили один из самых главных отрывков вторе это 6 глава 23 отрывок что мир митсва заповедь это как свеча и каждый раз делая какую-то заповедь мы как зажигаем свечу то есть заповедь человек производит находясь в этом теле это его пробуждение снизу выполнить рацион волю волю всевышнего то есть митсва это приказ бога и когда выполняю митсву выполняю заповедь я выполняю то что написано в перте вот делай его волю как ты делаешь свою волю то есть я соединяю свое желание с желанием бога он не сказал делай и я делаю за что он выбрал еврести народ евреи сказали на сэ вы нишма сделаем а потом разберемся джаз дует вот этот вот на это принцип дать просто делай он как раз взят из-за нас и вы нишма сделаем а потом разберемся и когда выполняешь митсву приказ бога то ты делаешь свою волю как его волю где и для того чтобы у я сэ рэдсон хо к рэдсон о чтобы он сделал твою волю как его сразу после митсвы ты можешь просить бога о чем-то и твое желание по изменению этого мира оно становится сильным то есть ты вы поняли да каждым из нас двигает рацион желание то есть у человека есть его желание и это желание но управляет мышлением и она управляет действием теперь что че хочет он хочет обычно то что запрограммировано вот я кофе хочу да почему я когда-то кофе полюбил в детстве зачем я его полюбил так не дали там кофе попробовал вкусно все понравилось я всю жизнь пью кофе теперь у меня рацион идет кофе рука тянется кофе глотается дальше у меня есть рацион например желание там когда-то возникло желание быть чемпионом мира значит об у меня это желание но годами крепла внутри в нервной системе годами она это желание она как бы у у тренировалась грубо говоря да и у меня она на всю жизнь осталось что я хочу быть там чемпионом мира неважно в чем вот я даже думал может опять начать спортом заниматься у меня было недавно совсем вот прям буквально недавно я думал может стать все те же не стал чемпионом мира да я всю жизнь хотел стать чемпионом мира а не стал стал третий на чемпионате мира думал может мне заняться спортом для ветеранов есть я уже почти ветеран ну там еще лет 20 буду уже такой ветеран ветеран есть чемпионаты мира для 90-летних для 80-летних и может я все-таки в каком-то возрасте я выполнил свою мечту детскую да то есть но что это значит что рацион имеет такую силу что он прямо ним не пропадает значит а но есть рацион бога бог то нам что сказал митсвот делать он сказал выполняет заповеди и вот нер давайте еще раз 23 посуд кинер митсва каждая заповедь это как свечка когда ты выполняешь заповедь бога ты внутри как бы зажигаешь этот божественный свет и этот божественный свет он тебя поднимает приближает к богу и потом когда у тебя ты так как ты стал ближе к богу то есть ты с ним с богом соединился то твой рацион в любом направлении в другом твое желание бог его усиливает понятно да как работает это очень но очень важно это понять сделай его волю как свою чтобы он сделал твою волю как его то есть ты он его рацион это митсва заповедь он говорит делай это ты говоришь понятно делаю так ты делаешь заповедь в этот момент ты с богом соединяешься ты зажигаешь свечу потом ты смотришь говоришь я хочу стать чемпиона мира и у тебя этот свет идет в этом направлении то есть у тебя твое влияние на мир усиливается Потому что оно соединяется с божественным влиянием. А Бог хозяин мира. Понятно. Ветора Ор. А Тора это свет. То есть чем отличается свеча от света? Свеча ты ее зажигаешь и она потом гаснет. Свет от Бога. Тора это свет от Бога. Он не гаснет никогда. Он тебя прямо освещает, дает тебе свет там постоянно. То есть ты как бы понимаешь вообще где ты находишься. Это свет из божественной души. Поэтому говорят, что изучение Торы оно напротив всех заповедей. Равноценно. То есть это разные вещи. Заповедь это ты пробуждаешься снизу. Выполняет волю Бога. Тора это он тебя освещает сверху. Но интересно почему Тора круче всего. Знаете? Потому что Тора это одновременно и заповедь. То есть ты изучая Тору. Ты выполняешь заповедь. Но в то же самое время, когда ты к ней присоединился, к Торе. Тора это божественный свет. И тебя начинает сверху прямо освещать. То есть Тора это самый такой большой прорыв. Когда ты снизу свечечку зажег и на тебя пошел божественный свет сверху. Ведера Хаим Тохохот Мусар. Вот тут самое сложное. Вот это вот, конечно, Бог сделал мир. Это самое сложное. Это ответ на все вопросы. Тохохот Мусар это увещевание через страдания. То есть Бог сделал мир, что обязательно должно человеку приходить какая-то доза страдания. Как тут ни крути. Значит, даже с самого начала Бог человека сделал охранять сад и обрабатывать землю. Но вначале доза страдания была небольшая. То есть ты просто выполняешь митцвот. Одна была митцва. И в остальном у тебя рай. Вечность. Потом из-за того, что первый человек, он там сделал то, что сделал. Бог ему сказал, слушай, теперь вообще у женщины будет страдание. В муках будешь рожать. Там вообще девять проклятий на женщину. И на мужа, на мужчину одного. Написано. В поте лица будешь есть свой хлеб. То есть он сделал этот мир для того, чтобы было в нем равноценное количество страдания и удовольствия. И ты преодолевая страдания, ты нарабатываешь баллы и выходишь бонусом в следующую игру. В следующий уровень. Теперь получается интересная вещь. Что все, кого не посмотри, все люди страдают. Нет в этом мире человека, который бы не страдал. У того одно болит, у другого другого болит. Один переживает за то, третий боится за это. То есть у каждого есть своя доза страдания, своя доза страха. И это то, что двигает человека по этому миру. Избегать страдания, чтобы не бояться. Это то, что двигает человека по этому миру. И каждый из нас стремится вот этот баланс. Все время баланс держать, чтобы было больше удовольствия, меньше страдания. Больше удовольствия, меньше страдания. Но невозможно в этом мире быть вообще без страдания. И путь к жизни это тохоход мусар, увещевание через страдания. То есть нужно взять свою животную душу и ее направить, перенаправить на божественный путь. Или ты это делаешь сам, выполняя бемисерут нефеш, преодолевая свои желания. И вторая часть этой мишны впереди, вот, ботель рационхо мипне рационо, убери свой рацион, убери свое желание перед желанием Бога, для того, чтобы он, и дальше прямым текстом написано, и ботель рационах рим мипне рационеха, чтобы он убрал желания других против тебя, которые, если люди что-то против тебя замышляют, Бог сделает так, чтобы у них не получилось. А иногда даже, там есть комментарий, по-моему, Равми Мартанура, что это такая скрытая форма, Бог говорит, если ты будешь убирать свое желание перед моим, то есть ты не будешь делать то, что ты хочешь делать, если я это запретил, я тогда, если я даже буду против тебя что-то хотеть, наказать тебя за что-то другое, я отменю наказание. То есть это очень важно, человек вот внутри, у него все время есть, что я хочу, и если я выбираю, хотеть то, что Бог мне сказал делать, это я набираю в позитиве баллы, если я убираю свое желание из-за того, что Бог запретил, то я защищаю себя от желания других людей мне навредить, и даже от наказания за что-то, если я что-то там сам не так сделал. Хорошо, значит, двигаемся дальше, двадцать третий, двадцать четвертый отрывок. Значит, Тора, если ты будешь учить Тору, она сохранит тебя, сохранит тебя, как бы, лишь мор, сохранит тебя, да, возьмем. Она будет тебя охранять от плохой женщины. Тора будет тебя охранять от плохой женщины. Что он имел ввиду? Значит, ну, по-простому, женщина плохая, какая-то плохая женщина, какая-то злоумышленница. Есть женщины злоумышленницы. Но здесь говорит нам, Малбим объясняет, что плохая женщина, это зона Иудея, Истралии, да, то есть это развратная женщина еврейка. Это плохая женщина. А кто такая гладкий язык, но хрия, чужая, это не еврейка. Теперь, здесь очень интересная такая штука. Значит, ну, я сейчас просто дам некое описание, которое очень такое, ну, интересное. Значит, смотрите. Вот есть, например, евреи, это народ священников. Бог сказал, что вы обязаны соблюдать заповеди. Вы должны были рабами в Египте. Сейчас вы мне рабы. Я вас вывожу из Египта для того, чтобы вы мне служили. Все. Это была цель вывода евреев из Египта. Вы теперь мне рабы, рабы у Бога. И, значит, вы рабы, дети ваши рабы и дети и детей ваши рабы. Все вы рабы мои. Вы должны выполнять божественную работу. Раб от слова работа. Вы должны работать. Митцвод, заповеди. Это не, вы не можете выбирать или не выбирать. И освободиться вы не можете, потому что я вас, Бог говорит, не освобождаю. А раб, который убежал от господина, он беглый раб. Теперь это как бы в минус, да, идет. Ну, можно сказать, что в минус, но ты обязан, когда ты обязан работать, это все. У тебя нет выбора. Это можно сказать в минус. Теперь, что в плюс? В плюс, что награда за эту работу, это вечная жизнь, это баллы, это, ну там, ну, в принципе, в этом мире тоже, если ты выполняешь все заповеди Торы, Бог сказал, я тогда, тот, кто мекабеляла в Оль Тора, тот, кто принимает на себя ярмо Торы, с него снимают Оль Малхут в Оль Дерахерет, с него снимают ярмо царства и ярмо заботы о пропитании. Это Бог пообещал, да? Он говорит, если ты выполняешь мою работу, тебе вообще не о чем волноваться в этом мире. Это в плюс. Теперь, вот еврей, который не хочет выполнять эту работу. Он говорит, секундочку, а я не знаю, ну что, что я родился евреем, я не буду выполнять божественную работу, я хочу выполнять только свою работу. Я на религию, я не плевать хотел, я буду заниматься, там, чем я буду заниматься? Карл Маркс, придумаю какой-то, коммунизм я придумаю, да? И он, значит, сбросил с себя божественную работу, и он начинает работать на себя. Теперь, значит, что с ним происходит, с Карлом Марксом? Он умирает в Англии, человеком без гражданства, без денег, на похороны приходит 11 человек, то есть про него забыл и Бог, и люди, и никому он не нужен. Теперь это происходит... Баночка с прахом Фрейде лежит в религиозном районе в Лондоне. Да. Теперь, значит, это мы берем Карла Маркса, да, такой, еврей, и у него... Но, вот смотрите, что получается интересное. Если бы у него были еврейские дети, которые соблюдали бы заповеди... Вот я сейчас был у... Я сейчас был у... Ну, проводил это мероприятие для студентов-еврейских в Австрии. И там был миллиардер, миллиардер один, Эли Орн, который... Ему сейчас за 70 лет, и он 60% своего состояния хочет сам лично потратить на то, чтобы возвращать евреев в Кторе, в служению Богу, да. И он прямо... И он рассказывал, он говорит, я когда в молодости, был вопрос, как... Что такое уважение к родителям, все. И он начал вдруг рыдать, начал плакать. Он говорит, моя мама меня родила, когда... 9 авгу, и она там, ей был сон какой-то, и она очень хотела, чтобы я был религиозным, все. Я при жизни, при ее жизни, я ее очень расстраивала. Я так понимаю, что он первый час жизни, он был нерелигиозным. Но, говорит, потом, когда уже мама умерла, сейчас я все свои добрые дела, все, что я делаю, вся моя Тора, заповеди, Митцвот, я все делаю в честь своей мамы. И он, получается, что он своими заслугами, он дальше ее поднимает там в тех мирах, поднимает выше, выше и выше. То есть, получается, что когда еврей уходит от Торы, но он хотя бы остается вот в этой еврейской самоидентификации, и у него продолжают рожаться еврейские рабы, которые кто-то из них может вспомнить о своем долге перед Богом, то он вытаскивает все поколения, которые были над ним. Но если он ушел, вот это вот то, что написано, мэхэлкат лошоннохрия, чужая, да, ну, как бы он женился, он думает, ну и что, что все мои предки, там, 120 поколений, они, они сохраняли вот эту вот веру в Бога, и сохраняли, что самое главное, это вера в Бога, и поэтому одна из заповедей, это чтобы жениться только на евреях. А я не хочу, плевать, я хотел. И он тогда вообще уходит, то есть, у него ветка прерывается, то есть, он прям и прерывается полностью ветка, нету больше, да. Это то, что здесь написано в этом, по сути, что Тора может тебя от этого сохранить. Теперь, более глубокий смысл, что есть в, есть, значит, в иудаизме есть разные течения. Есть течения, например, в современном, эти консерваторы, там, реформисты, которые говорят, ну, слушай, это все, там, не точно сказано, непонятно сказано, каббалисты, там, разных видов, разных, это все, там, заповеди, митцвод, это все, значит, типу носят, потому что солнце, обрезание делают, потому что красиво, свинину не едят, потому что портится, креветки запрещены, потому что их там не было, если бы Маше покушал креветки, он бы их не запретил. То есть, они пытаются все это извратить, такими вот, ну, вывести в простой такой смысл. Это называется, это называется эшетра, плохая жена, то есть, они как бы, при этом они одевают сами типы, одевают талиты зачем-то и на себя, и на женщин, и, то есть, они как бы внешне, они, ну, выглядят вроде, да, вот этот реформистский иудаизм, вроде там иудаизм, как бы, да, вроде бы и евреи, да, они называются. По факту, это, это называется плохая жена, да, которая мужа обманывает, которая ведет себя, как будто бы она на его стороне, но по факту она не на его стороне. А есть, которые вообще полностью отказались от этого, которые говорят, вот это Ишану Хрия, они говорят евреи, нет вообще этот весь иудаизм нафиг, главный буддист России евреи, главный там, я не знаю, буддист точно я знаю, еврей какой-то, фридма. Главный Кришнеин в Израиле Шрудлу Голдберг. Да, вот Итан говорит, что главный Кришнеин в Израиле Шрудлу его зовут Голдберг, да, это, которые вообще полностью ушли в чуждые идеологии, это гладкий язык, но чужой женщины, все эти чуждые идеологии вообще непонятно откуда взялись, все их происхождение там, и эти индусы, знаешь, говорят, у нас там эти веды 10 тысяч лет, там 40 тысяч лет, 50 тысяч лет, самый у них древний документ, на котором хоть что-то, хоть слово одно написано, 800 лет, нет у них ни одного документа, который был бы старше 800 лет, вообще ни одного, ни на камешке не написано, ни на бревнышке, ни на чем, нету, просто тупо нету, каких 40 тысяч лет, каких 10 тысяч лет, вообще ничего там нету, все выдумали, Посмотрите на индусов, все выдумали, они конкретно выдумщики такие, да, это вот гладкий язык, язык нохрии, женщины нохрии, все значит, мы изучили 24-й пасук, ну 25-й просто, чтобы закончить уже эту тему с этими женщинами, мы сейчас учить не, уже время прошло, значит, давайте подведем итоги, давайте подведем итог, итог мы подводим, да, что у нас есть чем заниматься. Дальше, первое, надо делать больше заповедей, конкретно берешь заповедь, делаешь, 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 зажигаешь свечи, дальше, второе, то что я понял, Тора это свет, то есть чем больше ты учишь Торы, тем больше у тебя света в голове, учение свет, не учение тьма. Третье, это нужно опасаться очень сильно, опасаться очень сильно евреев, которые не служат Богу и тоже очень сильно опасаться неевреев, которые тоже не служат Богу. А что нужно делать? Заполнять себя, то есть отодвинуться от зла и делать добро. На Торе карта задают хороший вопрос Хайм и Лин. Я честно скажу, что на Торе карта мне кажется, что они сумасшедшие, это мое личное впечатление о них, что они сумасшедшие, ну они выглядят как сумасшедшие, они ведут себя как сумасшедшие, но, значит, вот что я думаю на Торе карты, лично мое мнение, но как бы я лично с ними не знаком, с врагами евреев брататься нельзя, это точно, ну то есть они, то что они с врагами, вот с этими сыранцами, ну не знаю, мне кажется сумасшедшие, то есть у евреев очень большой процент сумасшедших, ну это как бы известно, да, гениальное сумасшествие, то есть, как у меня говорит один хороший знакомый, что проводки отходят, то есть у каждого человека отходят иногда проводки и эти самые, короткие замыкания случаются. Я думаю, что на Торе карта случилось короткое замыкание. Все, все, друзья, учим Тору и делаем заповеди. Пока, хорошего дня. Напишите, пожалуйста, свои выводы, напишите свои выводы в комментариях. Так, прочитаю и тоже прокомментирую. Все, пока, до завтра. О, завтра нет, завтра шаббат, шаббат шалом, я прям в днях уже потерялся, шаббат шалом. Я всю следующую неделю в Москве провожу тренинг, время в Москве такое же. Значит, в 10 утра я, завтра точно в воскресенье не смогу, я лечу в это время, в понедельник может быть. То есть я буду стараться, но если нет, то Итан, он тоже учится, он знающий. Так что все, главное не пропускать ни дня. Каждый день с утра поучить Тору, это очень важное начало дня. Все, удачи, успехов, шаббат шалом.